Музыка Веры Радость наша о том, что мы с Богом, что несмотря ни на что, мы с Богом, у нас есть надежда, есть постоянный путь к спасению. Наша радость – это Христос. О такой радости песня на стихе игумене Таисии Леушинской в исполнении православной певицы Ирины Скорик «Благодарю тебя, владыка», которую мы сейчас послушаем. Благодарю тебя, владыка, что не презрел ты меня, но под твое святое игорь призвал к несению креста. Благодарю тебя, сладчайший, что даровал ты мне сознать земную долю путь кратчайшим душам небесного искать. Благодарю тебя, спаситель, что ты призвал меня к себе, вселил священную обитель в уединенной тишине. Твоей любовью святою мою ты душу уязвил, и мир с прелестаной суетою покинуть и презреть внушил. Сует я, вера, не познала, его не льстилась красотой, я с детства лишь тебя взыскала, моим всем сердцем, всей душой. И вот приблизилась уж старость к волгу храме моей, прошли годами, но на главности жду кончины я своей. И если час мой о преддверях давно уже его я жду, просить тебя о нем не смею, а по отчизне слезы лью. Благодарю тебя, владыку, что не презрел ты и меня, но под твое святое и горе. Я призвал к несению креста, благодарю тебя, сладчайший, что даровал ты мне сознать. Земною доли путь кратчайший внушил небесного искать. Земною доли путь кратчайший внушил небесного искать. Как нам понять слова апостола «Непрестанно молитесь»? Молитва не в том только состоит, говорит святитель Тихон Задонский, чтобы в известный час стоять и кланяться телом пред Богом и читать написанные молитвы, но в том, чтобы молиться на всякое время и на всяком месте умом и духом. Можешь возносить ум и сердце к Богу и просить от Него милости и помощи, ходя, сидя, едучи, сидя за трапезой, совершая дела, в уединении и в народе, ибо Бог на всяком месте. Об этом авторская песня, которая называется «Молитва». В час ли полночный, затеплив лампадку, «Будешь ты к Богу взывать» Или в пути ты, то в сердце украдкой, не уставай повторять. Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Будет молитва Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Враг наш незримый, нас часто терзает, хочет спасенья лишить. Гонит и гнет, но о том забывает, рядом спаситель стоит. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Скорбе терпеть часто нам не по силам, чтобы в уныние впасть. Ты помолись, и Господь наш Спаситель вновь утешенье подаст. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Радость ли в дом твой, пришла и с друзьями, вновь ты за щедрым столом? Не забывай, что Христос между нами, благодари же о том. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Преподобный Амвросий Оптинский. Слова апостольские «всегда радуйтесь» ясно показывают, что полезнее нам всегда радоваться, а не унывать при встречающихся неудачах. А радоваться же можем только тогда, когда будем благодарить Бога за то, что случающимися неудачами смиряет нас и как бы невольно заставляет нас прибегать к Нему и со смирением просить Его помощи и заступления. И когда так будем поступать, тогда и на нас будет исполняться псаломское слово святого Давида «Помянух Бога и возвеселихся». Песня на слова и музыку монахини Антонии Берг «Слава Богу за все» поет хор сестер Минского Свято-Елизаветинского монастыря. Это было давно, где-то там, на реку, жил премудрый и опытный старец, и всегда утвердил, и всегда говорил, «Слава Богу за скорбь и за радость». Слава Богу за все! Слава Богу за все! Слава Богу за скорбь и за радость! Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, Будь уверен, мой друг, в волях Божья и труд, С этим надо всегда нам смириться. Слава Богу за все! Слава Богу за все! С этим надо всегда нам смириться. Слава Богу за все! 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 Надо всех нам любить и смиряться. Слава Богу за все! 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 Слава Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.